Здравствуйте! Прошла неделя и программа событий культурной жизни снова с вами. Сегодня в выпуске. Куба-любовь моя. Премьера в театре имени Станиславского. Музыка-барокко в музее. Игры по-женски. Комедия по мотивам американской драматургии. Стеклянные чудеса мастера из Златоуста. Басы о любви в доме музыки. Премьера спектакля «Скрипач на крыше». Куба-любовь моя. Спектакль о двух товарищах, которые в 60-е годы, не выдержав трудностей перестроечного времени, оказались за бортом жизни. Они обитают на помойке, роются в отходах, рассуждают о жизни и вспоминают прошлое. Это спектакль не об острове свободы, Кубе, о котором они мечтали, когда были пионерами, а об острове надежды в душе, которая, несмотря на трудности, не очерствела. Главное, чтобы задумались люди, что действительно мы, может быть, не так немножечко, немножечко не так существуем, что есть еще вот такая вот сторона проблемы, что эти люди затрагивают именно те, те как бы болевые точки, которые нам очень многим знакомы, в основном среднему, старшему поколению. Это первая пьеса для взрослых детского автора Михаила Бартенева. Он написал ее под впечатлением событий, происходивших в постперестроечной России. В резко изменившуюся жизнь многим непросто оказалось вписаться. Героям пьесы Кирюхи и Калини этого не удалось вообще. Жизнь для них остановилась и наполнилась только воспоминаниями. Нашли в мусорном баке старый глобус, вспомнили, что Советский Союз развалился. Обнаружили виниловые пластинки с записью небетлов, предметом их вожделения в подростковом возрасте, вспомнили о первой любви. Увидели стопку книг, почитали вслух приключения Буратино. Сказочные персонажи тут же материализовались на сцене. Сочетая настоящее и прошлое, «Реальность и вымысел» режиссер раскрывает зрителю глубину переживаний главных героев. В спектакле есть тема, на которой выросло все русское искусство. Тема внимания к маленькому человеку. Это тема Гоголя, Достоевского. Это вечная для России тема. Даже когда уйдет то поколение, которое с восторгом распевало на улицах и площадях гимн Советского Союза, пьеса не потеряет своего смысла и значения. Ведь дело не только в особенностях того времени, а в том, что наша жизнь непредсказуема, и никто не может знать, что его ждет впереди. Важно помнить, судьба не всегда бывает благосклонна. Ты знаешь, что там, у меня аппетита нет. Дай мне откуда мне. Но покушать надо. До завтра она не дарится. Мы вот с Романом Сергеевичем в этом спектакле даже не гримируемся. Потому что роль, а может быть это я, а может быть эта история случилась бы со мной, вот со мной. Ну хорошо, я вот благополучный, там преуспевающий, актер и так далее, у меня все в порядке. А если бы жизнь повернулась иначе? Вот поэтому, конечно, мы рассказываем в очень большой степени о себе в этих ролях. В конце пьесы герои погибают, но их жизнь продолжается на том свете. Что этим хотел сказать автор? То, что смерть лучше жизни? Мечты важнее реальности? На этот вопрос каждому предстоит найти свой ответ. Концерты в залах музеев совершенно особый жанр. У них своя публика, свой круг исполнителей. Таких, например, как консорт Блок Флейт под руководством Владимира Парунцева. Смотришь на своды старого английского двора, что на Варварке, и почему-то представляешь стеклянный футляр, которым в старину накрывали красивые дорогие каминные часы. А здесь, в парадной палате, хранится само время. Начинает звучать музыка, оно выходит из оцепенения, возобновляет свой ход. Я считаю, что здесь очень органично совпали тем времена, в какие это здание было построено, с той музыкой, которая в то время писалась и слушалась. Дом, подаренный Иваном Грозным предприимчивым английским торговым гостям, был центром контактов Руси и Европы. Культура Блок Флейты, сделанной из дерева южных широт, и культура русской глиняной свистульки, искали пути сближения. В ансамбле играют Владимир Парунцев и три молодые флейтистки с дивными именами – Ярослава, Юлия и Вероника. Путь одной из них в музыку для духовых инструментов из детского хора, что очень примечательно. Когда закончилось хоровое время, это время жизни настоящих музыкантов с гастролями, естественно, без дальнейшей музыки жить было невозможно. И, естественно, продолжением стала флейта, потому что это, в принципе, духовой инструмент. И действительно, очень связано с тем, как ты сам занимаешься звукоизвлечением. То есть она очень близко связана с человеком физически именно. Куранта, консона, соната – это из области серьезного. А рядом – легкая любовь, пощекочи мой палец, ботсманы на веселе. Музыка барокко обо всем, чем живет человек. И не столь важно, какое на дворе столетие – 18-е или 21-е. Хотите смеяться 2 часа 20 минут, да еще в антракте и на выходе? Сходите в антрепризу. Именно столько от вашего личного времени займет спектакль «Игры по-женски». Последние годы антреприза стала очень популярна и среди зрителей, и среди актеров. Народная артистка России Нина Русланова службу в репертуарном театре называет большим капризом. В репертуарном театре мне платят 2000 рублей. Понимаете? Если вы посчитаете, сколько это денег, не долларов, а рублей, я специально на это нажала. То, как вы понимаете, я говорю, что здесь, кроме того, что это любопытно, и это еще помогает мне выжить в этой жизни. Двойное удовольствие артистки дополняется еще приятным сотрудничеством в хорошей компании и возможностью доставить удовольствие зрителю. Комедия положений, жанна, в котором задуманы игры по-женски, считается одной из сложных форм. Она требует зрелища на грани эксцентрики и органики, а также ярких типажей. Я, можно сказать, играю сложный образ. Он состоит из трех частей. Сначала метродотель, затем безработный, а затем он же уже привратник. Он как выпьет, так сразу же у него проблемы. Начинается поиск. Зритель пришел, он будет все время смотреть и удивляться моему персонажу, как и всем остальным, как и ситуации. «Прощай мое пальто! Думаю, 50 долларов будет довольно». «Налейте, налейте бокалы полней!» Просто это смешная история. Смешная история. Такой анекдот с хорошими артистами. Материал этого спектакля – хорошая пьеса, но про литературную основу здесь даже не говорят. От нее и следа не осталось. Сценарий – это плод совместного творчества артистов и рожден за три месяца взаимных усилий. Впрочем, не забудьте вычесть из этого времени необходимость исполнителей, бывать и на основном месте службы. Ведь все пять актеров, занятые в постановке, работают в разных репертуарных театрах Москвы. Главная проблема современных антреприз – собрать всех вместе. Сделали спектакль, сыграли, разбежались. Хотите смейтесь, хотите нет. Достаточно было посмотреть на такие шедевры, как паруса России, длиннохвостые синицы, зимний букет и проникаешь словно в другой сказочный мир. И не верится, что простая газовая горелка в руках мастера и пламя температурой в 2000 градусов по Цельсию могут творить такие чудеса. Меня захватывает то, что я не могу понять, как это вообще делается. Такие красивые вообще произведения искусства. Я даже не могу осознать, как это сделать. Даже не могу представить. Фантазия у человека хорошая. Он умеет это делать. Не каждому дано. Не каждому дано делать что-то подобное. Красотища неопишуемая. Как торты стряпает, так и он из стекла такое чудо делает. О цене изделий Алексей Зеля говорить не любит. Но когда его спросили, за сколько он готов продать парусник, народный художник скрывать не стал. Изделие стоит 3000 долларов. Заниматься творчеством он начал более 30 лет назад, после того, как поступил на биологический факультет МГУ и встретил там свою вторую половину. И у нас родился ребенок, мы поженились. И пришлось кому-то идти зарабатывать. Естественно, пошел я зарабатывать на жизнь. Потому что вечернего факультета на биофаке нет. Обычно надо было выбирать другую специальность. Кроме биологии меня, так сказать, в то время ничего особо не интересовало. Я пошел, скажем, на завод. Московский электроламповый завод. Где, в общем-то, впервые столкнулся с этим стеклом скварцевым. Где делали сложные приборы. Ну, вот из скварцевого стекла. Но так как работа была операционная, в принципе, и меня, в общем-то, не совсем устраивало, я в свободное время, после сделанных, в общем, после своей нормы, я вот занимался изготовлением таких там зверюшек разных, из бесцветного стекла. Он сам был в специальности биолог. И поэтому, ну, здесь, в общем-то, в основном это природа, это цветы, это времена года. Работы Алексея Зеля можно найти по всему миру. Они есть у Бориса Ельцина, Юрия Лужкова, Ролана Быкова, Маргарет Тэтчер, Константина Черненко у президентов разных стран. Делать дорогие подарки народный художник начал после того, как для него на предприятии «Хромотрон» создали персональную мастерскую. Сейчас в России проводятся три выставки художественного стекла, одна из которых в Подмосковье. Всего на них представлено 150 работ. Кто в опере лучше всех признается в любви? Конечно, обольстительный тенор. А с кем все же надежнее связать свою судьбу? С басом, от него так и верят спокойствием, мужеством. В День всех влюбленных в Международном доме музыки пели только басы. Эта праздничная программа придумывалась для тех, чье сердце полно любовью. Посмотрите, какие у них глаза. Любовь вообще в мире самая большая сила. И вот с верой в это, с уверенностью в это, и надо жить. Андрей Валентий специально подчеркнул, что его фамилия похожа на имя покровителя влюбленных. Мы спросили артиста, приходилось ли ему петь серенады в жизни, а не на сцене, и сами удивились, как наш вопрос попал в точку. Я встретил очень красивую девушку, она мне понравилась. Но у нее была строгая бабушка. Я, значит, под балконом пел бабушке, скорее, серенаду, чтобы она поняла, какой я положительный. Теперь это моя жена. Выбранное для концерта произведение составили своего рода путеводитель по мужским типам. Вот соблазнитель Дон Жуан в двух вариантах. Субтитры создавал DimaTorzok Вот разлучник Эскамильо из «Кармен». Интересно, представляют ли певцы какую-нибудь оперную героиню в роли настоящей спутницы жизни? Из тех героинь, которые приходят на ум, «Кармен», «Татьяна», «Леди Магбет», все очень, так сказать, были смертельно опасны для мужчины. Но в жизни, наверное, с оперными героинями, то есть их прототипами, встречаться было бы очень сложно и напряженно. «Басы» 21 века – очень интересный проект, уже 10 лет представляющий на сценах разных российских городов оригинальные программы. Его организатор и, кстати, превосходный пианист Дмитрий Сибирцев привлекают к участию выдающихся исполнителей из России, Австрии, Латвии и многих других стран. В праздничном концерте у певцов был прекрасный партнер – симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под руководством Сергея Кондрашова. «Русская филармония» «Дуэты и такие любовные какие-то сцены написаны гениальными композиторами, и поэтому сама музыка, она, ну, нужно быть, наверное, бревном, чтобы не ответить на тот эмоциональный заряд, который в этой музыке заложен». Музыка усиливает обаяние не только Дон Кихота или простого парня Порги из оперы Гершвина. Уж на что, казалось бы, сомнительный персонаж – старый пьяница Бурж. Но расшалившиеся басы так блистательно спели его песню, что и он получился на редкость симпатичным. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия. Пушкинские строки – лучшее послесловие концерту басы 21 века о любви. Премьера, с которой началась биография музыкального театра национального искусства, соединила в себе блестящую драматургию Григория Горина с хитами из бродвейского мюзикла «Джерри Бока. Скрипач на крышам». Но главная музыкальная составляющая этого спектакля – все-таки еврейский фольклор. Это действительно музыка, которую мы взяли в синагогах, в загашниках, которая не исполнялась долго. Пьеса, созданная Григорием Гориным по мотивам рассказа Шалома Лейхама, любимой постановщиками и зрителями, за свою трогательность и, конечно же, юмор. Батюшка, а что раньше было, курица или яйцо? А раньше, голубчик, все было. Горина, наверное, из современных драматургов можно поставить, по-моему, вровень с Шекспиром абсолютно легко. То есть это такой пласт, такое понимание театра, такое понимание души человеческой, которую я, в принципе, не встречаю практически ни у кого из драматургов. Сказать, что поминальная молитва об евреях, считают создатели спектакля, это все равно, что сказать будто от Элла о неграх. Конечно же, эта пьеса не только об еврейском народе, ведь счастье, любовь, поиск Бога и своего места в мире не имеют национальности. Ну, вы знаете, я в этом смысле солидарен с Черчиллем. Он сказал, почему нет в Англии антисемитизма, потому что мы не считаем, что евреи умнее нас. А что касается еврейской музыки, то она стала потрясающе красивой именно в силу своей способности заимствования от других культур, перерабатывания, переплавка в своих горнилах и выдача уже продукта, который, ну, потрясающе красивая музыка. Те, кому не давала покоя слава заокеанского и чуждого русскому зрителю жанра мюзикл, могут вздохнуть спокойно. Вполне возможно, что проблема русского мюзикла теперь решена. Главный козырь излюбленного детища западной культуры – шоу и всевозможные спецэффекты. Диалоги актеров здесь уходят на второй план и используются исключительно в качестве логических связок. Главный плюс музыкального спектакля, поставленного Владимиром Назаровым и Николаем Попковым – это синтез незаурядной актерской игры и зрелищности номеров, где музыка, танцы и драма не соперничают друг с другом, а живут в дружном соседстве, прямо как жители деревни Анатовка. Спектакль сложен в том, наверное, для большинства исполнителей, в том, что громадный диапазон эмоциональный. То, что я говорил, от безумной радости, безумного смеха до глубочайшего горя. Таков наш ответ американскому мюзиклу – уверенный, ясный и, главное, остроумный. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Встретимся через неделю. Всего хорошего.